Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Вопросы очень трудные, но в любом случае я уверен в своих силах. Ответ мы узнаем совсем скоро, он придет к нам на почту. В Люберцах провели международную историческую акцию «Диктант Победы». Добровольцы – это, наверное, стиль жизни. И это те самые основные нотки, которые закладываются сейчас, они на протяжении всей жизни работают. В триумфе составился большой волонтерский форум. Раскрашивали яички, пели песни. И мне очень-очень понравилось. В городском округе прошел День добрых дел. А для каждого байкера открытие сезона – это определенная отмашка. Массовым заездом люберецкие байкеры открыли новый сезон. А теперь подробнее о всех событиях. 28 апреля в России отметили День работника скорой помощи. Этот праздник учредили в 2020 году, когда медики проявили героическую самоотверженность во время борьбы с COVID-19. В городском округе Люберц и виновников торжества чествовали в картинной галерее. Тему продолжит Луиза Игиазарян. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. У этой службы не бывает праздников, выходных и перерывов. Ведь помощь пациенту может понадобиться в любую секунду. Сотрудники скорой – это особая группа медиков, у которых порой нет времени на размышления и право на ошибку. Эта работа, она постоянно заставляет себя держать в тонусе. Чувствуется, как действительно ты видишь результат своей помощи сиюминутно и сейчас. Как ты помогаешь человеку лучше ему, хуже ему. Можно построить прогноз в дальнейшем. Но и всегда приятно, когда больные тебе говорят слова благодарности, что действительно ты нужен, необходим. То, что они необходимы, было известно всегда. Служба скорой медицинской помощи была образована еще в 19 веке. И во все времена ее главная миссия – спасать человеческие жизни. Я сам в жизни прочувствовал на себе. Был такой период, когда случился инфаркт. И та служба, которая приехала, оказала помощь. И, конечно, я на себе ощутил тот момент, когда определенным образом жизнь остановилась. И все, куда мы бежим, все это как-то ушло на второй план. И врачи, которые оказывали помощь свою профессиональную, благодаря этому я и дальше могу спокойно работать. Владимир Волков вручил двум сотрудникам скорой медицинской помощи знак за заслуги перед городским округом Люберцы. Виновников торжества отметили также почетными грамотами депутата Государственной думы Романа Терюшкова. Врачей, фельдшеров и медсестер, которые стоят на страже здоровья людей, поздравили и творческие коллективы. Сотрудники пожарной охраны принимали поздравления с профессиональным праздником. 375 лет назад, в 1649 году, царь Алексей Михайлович издал наказ о градском благочине. В документе впервые были установлены правила должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность. Товарищ полковник, личный состав Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона по случаю празднования 375-летия со дня образования Дня пожарной охраны построен. Накануне профессионального праздника руководство и личный состав Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона, а это более 500 человек, поздравил Владимир Волков. Таких служб на территории нашей страны, наверное, две. Это ваша и прокуратура, которая насчитывает свою историю, которая перешагивает уже 300-летний рубеж. Желаю, конечно, каждому сухих рукавов, такое профессиональное выражение, конечно, здоровья, конечно, достойной заработной платы, чтобы дома всегда ждали, чтобы количество пожаров было минимальное. На территории округа три пожарно-спасательных части и два пожарных поста. В них круглосуточно несут службу 35 пожарных. Работу лучших отметили наградами. На память у меня есть случай, когда у нас на Урицкого был пожар, и мне пришлось девочку 15 минут держать на телефоне, пока ехали пожарные, чтобы она с ребёнком не прыгнула с этажа. Поэтому ради этого мы и работаем, ради этого мы живём. В Люберцах круглосуточно заступают на службу более 50 пожарных и спасателей. По сигналу тревоги в любую секунду готовы выехать 15 единиц спецтехники. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Во всех регионах Российской Федерации и десятках стран мира провели историческую акцию «Диктант Победы». Свои знания истории Великой Отечественной войны проверили и жители городского округа Люберцы. Насколько сложные задания узнал Богдан Колесников. Это шанс ещё раз сблизиться с нашими историческими фактами, фактами времён Великой Отечественной войны. Это наша история, это событие, которое для нас очень дорого. И всё, что связано с Великой Отечественной войной, для нас, для каждого русского человека, это, конечно, глубоко сидит в наших генах, в нашем сердце. Чтобы проверить знания важных дат, событий и имён выдающихся личностей Великой Отечественной, в округе организовали 41 площадку. Одна из них в Музее истории российского флага в 16-й гимназии. В прошлом году я принимал участие, результат получился неплохой, а в этом году я уверен, что будет ого-го, гораздо лучше, я подготовился. 25 заданий, 15 из них с выбором верного варианта и 10 с кратким ответом. Знания истории Великой Отечественной войны проверили школьники, младогвардейцы, представители Люберецкой администрации, сотрудники Росгвардии, депутаты. Вопросы очень трудные, но в любом случае я уверен в своих силах. Ответ мы узнаем совсем скоро, он придёт к нам на почту. Надеюсь, что все мои коллеги, которые писали, также получили достаточно большой массив информации. Если что-то кто-то не знал, то он может после диктанта прийти домой, открыть книги, почитать нашу великую героическую историю. К международной исторической акции в этом году присоединились 60 стран. В Люберцах диктант победы написали более 2000 человек. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. МВД России реализует мероприятия, направленные на профилактику мошенничеств в отношении ветеранов Великой Отечественной войны. Дорогие друзья, приближается 79-я годовщина победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В преддверии этого знаменательного события считаю своим долгом обратить ваше внимание на несколько важных моментов. К сожалению, мошенники и аферисты пытаются использовать такой важный для нас всех праздник в своих криминальных целях. Буквально на днях коллеги сообщили мне, что выявлены ресурсы, созданные злоумышленниками специально ко Дню Победы, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты в размере от 50 до 300 тысяч рублей. При этом решение требует принять очень быстро, чтобы не дать опомниться. На сайтах указана финальная дата, до наступления которой якобы можно получить денежные средства. Необходимым условием является оплата комиссии и введение данных банковской карты. Это очередная мошенническая схема. Преступники придумывают все новые ухищрения, чтобы завладеть сбережениями граждан. Особенно больно, что их атаки направлены на ветеранов Великой Отечественной войны. Тех людей, которых сегодня хочется поддержать и уберечь. Ведь они поколение победителей. Золотой фонд нашей великой страны. Прошу вас, будьте бдительны. Поговорите с пожилыми родственниками. Предупредите их. Примите все необходимые меры, чтобы обезопасить их от звонков злоумышленников и визитов незваных гостей. И пусть ничто и никто не обрачит наш праздник. В Люберцах уже второй раз прошел большой волонтерский форум. На празднике во Дворце спорта «Триумф», посвященный добровольцам, которые давно в этом деле и те, кто только вступает в молодежное движение, собралось больше тысячи человек. О работе волонтерских организаций в сюжете Анастасии Кладиновой. Волонтеры – это люди, которые добровольно и безвозмездно трудятся на благо общества, а также отдельных его представителей. И уже на сегодняшний день только в Люберцах их насчитывается 3000 человек. Александре Молодых, 26, она преподает в гуманитарно-социальном институте. Волонтером стала полтора года назад, но успела войти в число самых активных добровольцев. На ее счету уже больше ста мероприятий, которые она помогала организовывать. Волонтерство для меня – это возможность вложить все доброе. Я как педагог, мне очень важно вложить в детей, в студентов самые нравственные качества, потому что все-таки это люди, которые будут после нас выполнять все гражданские обязанности. Я очень рада быть волонтером, потому что это возможность попробовать себя в разных совершенно сферах и узнать много чего нового. Этот форум объединил не только волонтеров, но и добровольческие и благотворительные организации со всего Подмосковья. На этой площадке их около 20. Здесь спасатели, экологи и медики. Владимир Кузьмин – волонтер общественной организации «Поддержим наших». Их команда помогает участникам специальной военной операции. Помогаем, собираем гуманитарную помощь, необходимую для ребят, непосредственно на территории специальной военной операции. И моменты, которые они просят. То есть там бронежилеты, каски, вот то, что просят первой помощи, необходимую. Собираем здесь, вот группа у нас стоит там 350 человек. Все собираем своими силами, довозим именно до места. Люберецкий округ входит в топ-5 муниципалитетов региона по количеству участников движения «Волонтеры Подмосковья». И находится на четвертом месте, поднявшись за этот год на 40 позиций в рейтинге. И вот это вот все сообщество волонтеров, конечно, это всегда в пользу, в пользу каждого города. Но то, что это происходит у нас, это очень-очень приятно. Огромное вам спасибо за это, за все. Мы гордимся вами. Спасибо вам за это. С праздником! Доброволец – это, наверное, стиль жизни. И это те самые основные нотки, которые закладываются сейчас, они на протяжении всей жизни работают. И ты уже не можешь просто так пройти мимо какого-то события. Ты не можешь быть равнодушным, ты не можешь быть безучастным. А ровно такие люди и формируют наше гражданское общество, и делают нашу страну сильным. Во время форума ряды добровольцев пополнились новыми участниками. Им вручили волонтерские книжки. Мы волонтеры! Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В этом году День добрых дел совпал с общевластным субботником. Волонтеры, школьники и учителя городского округа провели учебный день не за партами, а включились в акцию, которая охватила все Подмосковье. На площадках работала наша съемочная группа. Несмотря на погодные условия, с утра в гимназии номер 44 кипит работа. Вооружившись зонтиками и необходимым инвентарем, ученики готовы к заданию. На них сегодня возложена ответственная экологическая миссия – посадить деревья на территории школы. Сегодня субботник, День добрых дел. Вот у меня тоже накепка написана. Они очищают воздух и дают нам кислород. А еще деревья – это нужная природа. Мне нравится сажать деревья. В школе сразу несколько локаций, где ребята смогли проявить себя. Младшие и старшие классы собирали гуманитарную помощь, посетили выставку оружия и принимали участие в мастер-классах. Один из них посвящен созданию сережек. Но у этого украшения есть особенность. Сейчас мы делаем сережки из сухоцветов. Красивые украшения, которые дети все лето могут носить. Посвящено это преддверии лета. То, что дети всегда могут с природой соприкоснуться и быть всегда частью этого прекрасного творения. Все эти мероприятия направлены на воспитание настоящего патриота, ребенка, направлены на любовь к маленькому городу, к своей малой родине, к региону в целом и, конечно же, к нашей дорогой России. А в четвертом лице «Добрые дела» делают под песни. Ученики младших классов готовятся к предстоящей Пасхе. С помощью бумаги, ножниц и красок изготавливают символы праздника. Раскрашивали яички, пели песни. И мне очень-очень понравилось. Я сначала делала точечками, говорили, рисунки. Потом надо каким-то вот этим пластилином приклеить палку. И их потом куда-то, наверное, повесить надо. А у ребят постарше задания посложнее методом выжигания. Они создают различные сувениры. Эти деревянные изделия, а также расписных голубей мира отправят в качестве подарка участникам СВО. Другая часть учеников лицея занята вопросами экологии. В спортзале эстафета, во время которой нужно отсортировать отходы. А во дворе – посадка хвойных деревьев. На самом деле, день добрых дел у нас начался заранее. Первое, что мы сделали, мы подготовили территорию своей школы. Мы подготовили территорию городскую, а именно березовую рощу, которая рядом с нами. Мы почистили березовую рощу. Это наш подарок городу. Мы готовы убрать памятник, как только будет соответствующая погода. То есть, день добрых дел не одним днём заключается. Но на школах добрые дела не закончились. В Центральном парке Люберец создали живой уголок из деревянных кормушек, куда привезли и выпустили белок. После чего к волонтёрам и ученикам в посадке деревьев присоединился и глава городского округа Владимир Волков. Совместно с ребятами они высадили саженец клёна. Делать такой как бы борт, чтобы в серединке была как ямка. И в эту ямку уже воду наливать. Я ни разу не сажала дерево, и у меня не было такого опыта. Здесь я смогла впервые это сделать, и я очень рада. Всего в общественных работах приняли участие больше 300 человек. А открытие фонтанов завершило традиционный месячник чистоты и благоустройства. Танцующие потоки воды поднялись вверх на 15 метров с музыкальным сопровождением. И дали старт летнему сезону. Анастасия Кладинова, Луиза Егезарян, Пётр Пономаренко, Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ. В Люберцах прошёл 24-й слёт юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В этот раз он состоялся в гимназии номер один. Школьники со всего округа приняли участие в первом муниципальном этапе. О том, какие задания ждали ребят, расскажем в сюжете. Ну что, дети, на какой же свет мы должны с вами, как пешеходы, переходить дорогу? Зелёный. Правила дорожного движения и азы оказания медицинской помощи – это главное, что ЮИД вкладывает в подрастающее поколение. И эти два пункта входили в первый конкурсный этап. Анастасия Михайловская – ученица четвёртого класса. Начала посещать кружок юных инспекторов движения год назад и является законопослушным пешеходом. Я сама соблюдаю все правила дорожного движения и говорю близким тоже соблюдать. Я сейчас прошла первый пункт медицинской помощи. Мне было не очень сложно, но, конечно, какие-то трудности были. Первая помощь – это самое главное, она может постижить человека. Участниками муниципального слёта стали 28 команд. Главная цель конкурса – это сокращение детского травматизма. Ребята это понимают, поэтому и правила знают, и безопасному образу жизни учатся уже сейчас. Потому что это движение помогает сотрудникам госавтоинспекции проводить работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Тем самым дорожно-транспортных происшествий в нашем округе становится всё меньше и меньше. По итогам первого дня судьи отберут 10 лучших команд, которые отправятся на следующий этап – практическое задание. Там участников ждёт вождение велосипеда в автогородке и творческий конкурс «Агитбригад». А победители муниципального турнира получат возможность выступить на областных соревнованиях. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Люберчане отметили Первомай. Центральный парк культуры и отдыха стал главной локацией праздника. Более подробно в материале нашей съёмочной группы. Весь день в парке звучала музыка и звонкий смех. Для детей подготовили мастер-классы по объёмной аппликации и тонировке текстильных игрушек кофейным раствором. После высыхания поделки приобретают цвет, хорошо держат форму и источают кофейно-ванильный аромат. Каждый мог окунуться и в атмосферу советских лет. На выставке магнитофоны и утюги времён СССР, фотоаппараты, книги, игрушки и другие символы ушедшей эпохи. Их принесли жители нашего округа, работники парка и все неравнодушные люди. Все с теплотой вспоминают эпоху Советского Союза. Кто-то вспоминает себя в молодости, кто-то в детстве. А совсем маленькие дети знакомятся с историей нашей страны и с интересом рассматривают предметы. Это очень интересно. Самые спортивные готовятся принять участие в традиционном забеге на 5 километров. К всероссийскому движению «Пять верст» Люберцы присоединились летом прошлого года. В Люберецком парке это ровно три круга. По России больше 130 парков, которые каждую субботу в 9 утра приходят. Но сегодня мы решили в честь 1 мая пробежаться в дружной компании, потому что это не только про спорт, это про объединение. Я сегодня здесь с семьей, с детьми, приходят пенсионеры, приходят совсем маленькие дети. Это в целом движение про то, чтобы быть вместе, быть в здоровом образе жизни. В парке «Лесная опушка» большой спортивный праздник для люберчан. И гостей округа подготовили концерт, игровые эстафеты и состязания. Самыми массовыми и эмоциональными стали соревнования по спортивному ориентированию на кубок главы Люберец. С места событий с подробностями Богдан Колесников. Праздник в Октябрьском собрал десятки людей. Детвора визвилась на игровой площадке, взрослые пели песни, танцевали. А в лесной полосе проходили соревнования по спортивному ориентированию. Я участвую в первый раз. У меня настрой отлично. Я пошёл сюда из-за того, что я люблю географию, и мне это нравится. Я уверена, что я справлюсь и выйду в финал. Для каждого возраста своя дисциплина – от полутора до шести километров. На топографические карты нанесены специальные знаки. Они помогают в планировании маршрута и изучении местности. Мне очень интересно, что надо бегать по лесу и искать эти разные знаки. И знать, как нужно проходить, смотреть, где каждые чипы и собирать их. Чтобы взять с карты нужное направление и двигаться по выбранному азимуту, спортсмены вооружились компасами. Среди участников много новичков. Но есть и опытные. Давиду Иванову – 13. Но у него уже первый взрослый разряд по спортивному ориентированию. Чтобы получить первый взрослый разряд, надо по городской местности бежать примерно 30 с лишним минут. На дистанции 4,5 километра примерно так. А в лесу на такой же дистанции примерно побольше, не знаю, минут на 10. Будет очень много сильных участников, но я всё равно буду верить в себя. Я тоже участвую не первый раз. Несмотря на повреждения руки, я готов даже пройти шагом дистанцию. Прежде всего спортивное ориентирование меня привлекает умом, умение читать карту, бег по пересечённой местности. Иногда бывает сложно, но ничего. Главное – пройти дистанцию. Спортивное ориентирование не сводится просто к бегу и поиску контрольных пунктов. Оно требует от участников физической выносливости умения быстро и точно ориентироваться на местности. Развивает быструю сообразительность, понимание ситуации, владение. Если человек ошибается, он потом находит возможность исправить свои ошибки. На карте стоят контрольные пункты, которые соединённые между собой определёнными линиями, красными. Бежит участник по маркированной дистанции, он встречает контрольный пункт и обязан точно его отметить. Парк «Лесная опушка» стал центром притяжения ориентировщиков в четвёртый раз. Сегодня в соревнованиях приняли участие более 300 человек. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Любители езды на двухколёсном транспорте официально открыли сезон. Сотни байкеров со всего Подмосковья приняли участие в праздничном заезде. Старт и финиш колонны состоялся в городском округе Люберцы. Все подробности знает Луиза Егия-Зарян. То, что участники мотопробега ждали этого дня и тщательно готовились к нему, видно невооружённым глазом. Открытие сезона для каждого байкера – это настоящий праздник. Ведь впереди почти полгода езды на любимом транспорте. Я летом стараюсь вообще на машине не ездить, потому что лето дано только для мотоциклов. Поэтому чем больше мы будем на них ездить летом, тем больше потом зимой мы будем вспоминать этих моментов. Всем байкерам хотел пожелать хорошей погоды, ровного асфальта и добрых попутчиков. Старт заезда у КДЦ «Союз» в Малаховке. Эта локация стала местом притяжения более 200 байкеров из Москвы, Люберец и соседних округов. С начала мотосезона их поздравили представители госавтоинспекции и организаторы праздника. Мы это мероприятие проводим уже много лет. И в начале каждого сезона мы делаем это открытие. Оно примерно в первых числах у нас, либо в конце апреля, либо в начале мая. Сезон в среднем длится до конца сентября, до начала октября. То есть практически 6-7 месяцев сезон длится. Также после этого мы стараемся проводить закрытие по мере возможностей. А для каждого байкера открытие сезона – это определенная отмашка. Сезон открыли месяц назад, уже все начали катать. Именно сам праздник решили сделать сегодня. И как мы это делаем, уже 15-14 лет наш клуб это проводит. Так что я думаю, все получится, настроение будет у всех прекрасное. Ровно в 16.00 колонна направилась в сторону Жуковского. Продолжился маршрут массового заезда в городском округе Раменское. Затем по Егоревскому шоссе обратно в городской округ Люберцы на прибрежную зону Кореневского карьера. В общей сложности сотни байкеров преодолели около 80 километров. А на финальной точке их ждал грандиозный фестиваль с концертом, конкурсами и показательными выступлениями. Луиса Эйгя, Зарян Сергей, Гвоздев, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» провели открытый турнир городского округа Люберцы по восточному боевому единоборству «Сотокан». Соревнования посвящены 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. За выступлениями спортсменов наблюдали мои коллеги. В одном из основных стилей японского карате «Сотокан» захватов нет. Но во время поединка нужно быстро и четко наносить удары руками и ногами. Одно неверное движение может отрицательно повлиять на все выступление. За призовые места в дисциплинах кота и кумите состязались более 140 спортсменов из Подмосковья и Тверской области. Для Варвары Самойловой такие соревнования не первые. Карате – это выносливый вид спорта, ну и туда вносится много очень разновидностей. В основном выносливость и там побеждать, вот этот вот дух сильный, чтобы сначала я пошел туда брать. И потом решила пойти я на первую тренировку. Я подумала, что мне это понравилось, и я решила ходить. Салим Рузматов начал осваивать приемы восточного единоборства три года назад. Регулярные тренировки помогли добиться желаемых результатов. В соревнованиях по восточному боевому единоборству участвуют спортсмены с 10 лет. Но это не означает, что ребята помладше не смогут показать свои навыки. Для них подготовили спортивный фестиваль. И чтобы мы ребенка, который к нам пришел, смогли подготовить, его же нужно научить действиям, укрепить здоровье, силы и так далее. Спортсмены в этом фестивале учатся, получая соревновательный опыт для того, чтобы в дальнейшем уже в 10-11 лет более опытными выходить на соревнования и бороться уже за медали. 12 мая люберецкие спортсмены поборются за звание победителя в открытом Кубке Рязанской области по Сетакан. А в конце месяца представят люберцы на всероссийских соревнованиях. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На главной арене триумфа состоялся фестиваль дзюдо. За звание чемпиона в восьми возрастных категориях боролись спортсмены из Москвы и Подмосковья, Брянской, Орловской и Воронежской областей. За поединками следила наша съемочная группа. Чтобы определить сильнейших борцов, фестиваль проводили в три этапа. Заключительный прошел в Люберцах. Дзюдоистам предстояло несколько раз выйти на татами, доказывая мастерство. Одинок был очень легкий мне. Я разорвал всех. Мне дзюдо нравится, что я много занимаюсь. У меня много награды. Я люблю награды получать. Левую руку вниз. Левую руку. И сам. Сам. От работы тренера во многом зависит успех спортсмена. Если во время схватки он сумел применить навыки и выполнить установку наставника, результат не заставит себя ждать. Как будто сам борюсь. Уже пошел третий отрезок соревнований. Эмоции на пределе. Только что просто мой ученик выиграл победителя прошлого этапа. Поэтому это для меня большая победа, что сейчас мы могли ему дать реванш, потому что в прошлый раз мы ему проиграли. На большие победы спортсменов вдохновляет желание стать чемпионом. Тимур Давудов боролся изо всех сил. Но соперник оказался ловчее. Совершил ошибку и упал на базаре. Время вышло, и я не успела его бросить. Это первая награда подзюдо. Я занимался ММА очень много чем. Даже и вольной борьбой, и грепплингом. У меня всего вообще 19 первых мест. Это не только, что ты стал чемпионом, это саморазвитие у тебя. Идет коммуникация с людьми, когда ты функционируешь в группе, на соревнованиях, выезжаешь в какие-то новые места, у тебя расширяется кругозор. Поэтому я считаю, что дзюдо абсолютно точно нужно заниматься, да и вообще любым видом спорта нужно заниматься с малых лет. За победой на фестиваль дзюдо приехали более 300 спортсменов. Городской округ Люберцы представили 25 человек. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях. Ну и конечно же у нас на сайте lrt.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин